Мини-кувалдочка от DeWolta. Стоит она 2,5 косаря. Сейчас скажу точнее. 2 шоссов. Я извиняюсь, сейчас буду немножко материться, но куплена эта кувалда из-за уебанского желания позарить, что же это все-таки такое. Пожалуйста, 2 кувалдочки от Magnus. Нам выглядят на самом деле еще брутальнее, чем кувалды от DeWolta. А стоят эти 2 кувалды 1000 рублей. То есть не каждая по 1000, а обе стоят 1000 рублей. 460 и 540 рублей. Возможно, в DeWolta кувалде более лучший металл. Давайте попробуем пойти и почему-нибудь ударить, да посмотреть. Вот эти вот весят одинаково. Итак, обе кувалдочки у нас были изначально новыми. Сейчас давайте на них посмотрим. Итак, DeWolta мы положили на кирпичик. Вот она черная, уже все грязная. И ударили. Один раз мы ей ударили. Лак какой-то пооблизал. Ну, вмятинок особых я не вижу, но вот это покрытие, оно уже не такое новое, как было изначально. И, конечно же, DeWolta, как обычно, марки. Невероятно марки. Далее смотрим на кувалдочку от Magnus. Она лежала на том же самом покрытии, то есть относительно чист. И вот мы ее также ударили. Смотрим. Намного меньше деформации на кувалде, которая значительно дешевле. В 5 раз дешевле, чем кувалда от DeWolta. Так что молотки кувалды от DeWolta, можно сказать, это только понты и выброшенные деньги. А еще я ни хрена не понимаю, зачем они сделали вот эти вот выемки. Мясо, что ли, этой кувалдой отбивать. Так что кувалда от DeWolta, это даже не дорогие понты, это абсолютно бесполезная хренатень. А еще рукоятку я вам раз подержался за железку, потом за рукоятку, и она уже в говнище. Нахрена она желтая? Черную, что ли, нельзя было сделать?